Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему девизу мы стараемся рассказывать вам о самых интересных, я бы сказал, животрепещущих событиях, которые происходят. Но, конечно, я имею ввиду в России, но, конечно же, с точки зрения работы нейрона. Сегодня мы вам расскажем о том, как работали нейроны в голове у Екатеринбургского стрелка. Кто знает, мы рассказывали вам о том, как работали нейроны в голове у Казанского стрелка. Но у нас этих самых стрелков много, поэтому я надеюсь, что мы эту серию о том, как работают нейроны у стрелков, мы обязательно будем продолжать. Сегодня про то, как действует алкоголь, почему алкоголь способствует стрельбе. Кто такой Екатеринбургский стрелок, я думаю, вы знаете. Он бывший сотрудник МВД и страдал, как вы знаете, алкоголизмом. Ну, здесь четко совершенно говорится, что он злоупотреблял алкоголем, что в состоянии алкогольного опьянения он был агрессивен. Мы сегодня вам расскажем, почему люди в состоянии алкогольного опьянения становятся агрессивными. И он находился, видимо, в состоянии запоя, потому что за неделю до этой стрельбы он начал сильно злоупотреблять алкоголь. Ну, во всяком случае, это официальная точка зрения руководителя пресс-службы ГО МВД России по Свердловской области. Я думаю, с такими людьми спорить не надо. И так, действительно, человек с трудом алкоголизмом находился в состоянии запоя. Ну, почему, собственно говоря, у таких людей возникает стрельба? Ну, начнем с предыстории. Вот пока этот человек, предположим, еще не пил, то у него, конечно же, большие проблемы с уровнем серотонина. Мы уже вам рассказывали о том, что все люди, не только люди, это животные, они отличаются по уровню серотонина. Ну, скорее, не уровню серотонина, а по активности серотониновых нейронов. Чем выше особь находится по своему социальному положению, тем выше активность дофаминовых нейронов. И это позволяет доминирующей особе быть уверенным, контролировать агрессию и страх. Для чем это нужно? Ну, в природе доминирующая особь, она первая встречает опасность. Поэтому ей нужно обязательно контролировать свою агрессию и страх. А вот у подчиненного особи, наоборот, активность серотониновых нейронов снижена. Она не уверена в себе и она, конечно, агрессивна. Она испытывает страх и она агрессивна. Зачем нужна агрессия подчиненной особи? Ну, просто в борьбе за ресурсы. Потому что количество ресурсов всегда ограничено. Ну, особенно в нашей стране, как вы понимаете. И поэтому, конечно, за эти ресурсы идет борьба. И без агрессии здесь не обойдешься. Почему люди, которые агрессивны, которые испытывают страх и неуверенность, то есть подчинен особи, они прибегают к приему алкоголя? Дело в том, что алкоголь, он активизирует гаммкоргическую систему. Гаммк, от слова, гамма-аминомастная кислота. Вы уже привыкли, что мы вам рассказываем о том, что есть две основных тормозящих системы. Это серотониновая и гаммкоргическая. Так вот, если у человека плохо с активностью серотониновых нейронов, он является подчиненной особи, то, конечно же, ему очень и очень приятно поднять активность гаммкоргической системы. И тогда наступает избавление от страха. И тогда наступает некий душевный покой. Собственно говоря, из-за этого и начинается пристрастие к алкоголю. Возникает сильное желание, труднопреодолимая тяга к приему вещества. Вот как один больной говорит в наших комментах. И все-таки иногда ухожу в запой, две недельки раз в три месяца. Алкоголь дает что-то такое, что позволяет чувствовать себя значимым. То есть подчинен носик чувствует себя незначимым человеком. Алкоголь успокаивает, дает ощущение покоя, расслабления. И алкоголик получает, конечно, дофамин в мезолимбической системе. Но дальше, не у всех, конечно, но у многих начинается зависимость. Вот для того, чтобы возникла зависимость, необходимо три критерия из шести. Любые три, еще раз подчеркиваю, из шести критериев. И тогда будет зависимость. Пожалуйста, если вы хотите, посмотрите эти критерии. Мы эти критерии разбирали. У нас есть специальный плейлист. Пожалуйста, посмотрите ролики на этом плейлисте. Но мы сейчас вернемся к этому самому Екатеринбургскому стрелку. И вот дальше у человека возникает запой. Вот этот запой, это сниженная способность контролировать прием вещества и употребление в больших количествах временных интервалах. Вот это один из признаков зависимости от алкоголя, вообще зависимости от психоактивного вещества. Вот что происходит в это время с головным мозгом. Алкоголь постоянно стимулирует гаммкаргическую систему. Но до бесконечности это продолжаться не может. И, наконец, гаммкаргическая система истощается. Итак, у него изначально была низкая активность серотониновых нейронов. Теперь истощилась и вторая, или первая, может быть даже по значимости, гаммкаргическая система. И этот человек оказывается совершенно без тормозов. То есть у него вообще нет тормозящих систем. Есть только нейроны, которые проявляют свою активность. Он впадает в состояние возбуждения. Ну и дальше уже то, что ему приходит в голову. Конечно же, у него там был целый арсенал оружия. Он там вышел на балкон и начал стрелять. Поэтому, пожалуйста, я считаю, что это очень важно на это обращать внимание. Конечно же, алкоголикам нельзя ни в коем случае иметь оружие. Это очень и очень опасно. Потому что эти люди, еще раз, в результате запоя, в результате падения активности гаммкаргической системы, оказываются, в общем-то, без тормозов. Поэтому единственный способ для общества уберечься от этого состояния, это, конечно, не выдавать таким алкоголикам оружие. Конечно, это способ относительный, потому что свинья грязи везде найдет. Но во всяком случае, если в вашем доме, предположим, живет алкоголик, пожалуйста, помните об этом, что человек, который проявляет агрессию в состоянии алкогольного опьянения, рано или поздно способен взяться за оружие и, в общем-то, способен на большие дела. Ну и, как говорится, кто предупрежден, я имею в виду наших зрителей, тот вооружен. Как всегда, в конце нашего ролика мы просим вас, пожалуйста, подписывайтесь. Мы очень просим, подписывайтесь на наш канал, где вы еще найдете такую эксклюзивную информацию. Становитесь нашими спонсорами, пишите нам комменты, ставьте нам лайки. Хотите отблагодарить за этот ролик, реквизиты счета вы найдете в описании. До новых встреч!